Всех приветствую! В этом выпуске комментарии Черчесова за кадром после матча сборной Сербии. Кокорин рассказал, почему не перешел в Рому. Иска витали на трансфер. Рамос подписал контракт с Реалом. Газизов рассказал о причинах срыва трансфера Арье. Начинаем! Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по окончании пресс-конференции после матча с Сербией выразил свое недоумение вопросами об отставке. За кадром Черчесов сказал, цитирую, а почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Не я в этом виноват. Понять Стаса можно. Действительно, отсутствовало много футболистов. Но общее поведение после матча не соответствует уровню тренера сборной. Понятно, что Черчесов запреснули эмоции. Так могут и от кормушки в 3 миллиона евро в год отвезти. Но все же не нужно держать себя в руках. Со слов Кокорина, Рома и вправду приглашал его познакомиться с командой и руководством. Но он не поехал. Цитирую слова Кокорина в разговоре с представителями Ромы. Как вы себе это представляете? Во-первых, я в Сочи. Идет сезон. Говорю, отпрошусь на выходные. Вы мне все организуйте. Самолет я сам себе организовал. Нужны были только бумаги. Что я там делаю? Не могу же я написать, что вылезал в Европу, в Рому познакомиться. Но потом они пропали. Рома – это один из самых великих клубов Италии. Зачем им Саша Кокорин, который год не играл в футбол? Я понять не могу. Понятно, что был удачный отрезок в Сочи. Но российская лига – это российская лига. Европейский чемпионат – это другой уровень. Лига чемпионов это показала. Полузащитник Реала Иска выставлен на трансфер. Руководство клуба решило продать Хавбека с разрешения главного тренера Зинедина Зидана. Сообщал, что Иска может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугу 28-летнего испанского футболиста заинтересован Эвертон. Главный тренер команды Карло Анчелотти, под руководством которого Иска два года выступал в Реале, рассчитывает завершить трансфер в январе следующего года. Мне кажется, что давно была уже пора уходить из Реала. Зидан явно не видит иска в составе. Посмотрите на Хаймеса, он раскрылся в новом клубе. Защитник Реала Серфио Рамос, по всей видимости, останется в команде по окончании сезона. Рамос и Реал достигли договоренности о продлении контракта еще на два года. Им осталось лишь урегулировать некоторые незначительные финансовые вопросы. Отмечается, что Перес ведет переговоры с Рамосом напрямую. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу этого года. Надеюсь, что эта эпопея уже наконец-то закончится. Генеральный директор Спартака Шамиль Газизов подтвердил, что команду мог пополнить защитник Тоттенхэма Серж Арье. Мы договорились с президентом Тоттенхэма о цене 8,5 миллионов евро. При этом футболист тоже хотел перейти. Но когда в СМИ пошли сливы, что мы хотим купить Арье, и ему начали названивать агенты, после этого он попросил прекратить переговоры. Все хотят навариться на Спартаке. Сейчас я договорюсь, быстро все сделаем, зарплату тебе выбью. Там было что-то в таком духе, причем звонили не только российские агенты, но и зарубежные. Шумиха Арье не понравилась. Мы решили, что дальше продавливать ситуацию не стоит. Если понравился выпуск, жми на подписку.